У меня обида на сестру из церкви. Дело в том, что она подкалывает меня на домашке. Я долго держала на эту обиду, потом мы поговорили, разобрались. Она извинилась. Потом мы не общались, и я недавно только увидела, что она заблокировала меня почти во всех соцсетях. Я понимаю, что она меня просто не переваривает. Я ей ничего плохого не сделала. У меня сильная отвершенность. Я не знаю, как от этого освободиться, не знаю, как реагировать. Помогите, пожалуйста. Почему так застряла-то на какой-то девушке, которая ее... Вообще вот это... Заблокировали тебя, отписались от тебя. Это прямо... Представляешь, что навязаны. Это раньше ржали, а сейчас это приходит в реальность. Что скоро мы, психологи, будем принимать у себя клиентов, которые будут страдать и плакать, и чувствовать отверженность, потому что от него отписались люди. Я отписываюсь даже от подруг, если мне это мешает. Если мне это мешает, зачем? Это вообще нормально. Это просто лента. Почему мы вдруг стали на это реагировать? Ну, отписался от тебя человек, отписался я вот лично могу сказать, что я в жизни этих людей люблю, а в Инстаграме для меня все странно, все, что они делают. Я не хочу это смотреть, чтобы не потерять отношения добрые к этим людям. Все. Что если эта девушка ей не подруга, то какая разница, заблокировала она или нет? Не общаетесь же. Это вообще отверженность. Отверженность. Если вы на таком пустом месте получаете отверженность, тут надо в себе копаться. Вообще разобраться, почему ваше мнение о себе складывается через мнение каких-то посторонних вам людей. Не знаю. Странно как-то все. С отверженностью у нас много духовных практик можно. Да. Это вообще-то какая-то, это какая-то нездоровая, нездоровая душевная связь. Ее надо разрушить. Нужно отказаться. Может быть, вы ведете с ней внутренние диалоги. Может быть, у вас вот не закрытое это состояние. А почему она от меня отписалась? Да какая разница? Да у человека может быть масса причин. Почему это сделать? Да иногда случайно это может произойти. А иногда бывает, отпишется, опять припишется, отпишется, опять присоединится к своему аккаунту. Ну, у человека там свой мир, свои, как говорится, гуси. Поэтому и вот пока ты будешь пытаться всем угодить, всем понравиться, то это проблема. Это проблема тогда уже внутри. Проблема не в людях. Всем хорошим не будешь, и все не обязаны тебя любить, и все не обязаны разделять твою жизнь. Поэтому надо более как-то адекватнее относиться ко всему этому. Нужно тоже работать с самооценкой. Да, духовные практики на нашем канале есть для борьбы с отверженностью. Я вообще считаю, что на сегодняшний день проблема с отверженностью, она решаема. Вот просто, если не хочешь тратить деньги, то просто окей, гугл, изучай. Если у тебя есть на это ресурсы, можешь пройти много всяких сегодня образовательных программ шикарных. Поэтому, не знаю, с этим надо работать. Это труд над собой. Это надо настолько адекватно относиться к себе, чтобы адекватно относиться к окружающим. Это нормально. Это вообще нормальное состояние. Когда люди, ну, отписываются к тебе, приписываются к тебе, сегодня тебя любят, завтра тебя ненавидят. Это люди. И мы так же. Сегодня мы друзья, а завтра вот что-то пошло не так, и что? Послезавтра вообще все изменилось. А сегодня век социальных сетей. Что это такое? Это быстрая реакция. Раньше вот что будет, ты реакцию послал, ты письмо пишешь недели три, переписываешь его, потом оно идет еще три месяца. И пока оно дойдет, а сегодня быстрый век. У меня есть агрессия, мне кто-то настроение испортил. Я что-то тут посмотрел, позавидовал и увидел тебя, и выплеснул свою горечь тебе в аккаунт. А та сидит на том конце аккаунта и плачет, переживает отверженность. Да вообще это глупости. Поэтому я вообще не смотрю, кто приписывается, отписывается, и никогда не смотрю комментарии, потому что там, потому что там нечего смотреть. Там есть хорошие люди, которые пишут хорошие вещи, но иногда, прочитав массу хороших вещей, ты можешь увидеть одну негативную, и это засядет в тебя и будет как рак разрушать все доброе внутри. Зачем? Надо беречь себя, особенно нам, женщинам. Наше достоинство строится из слов. Мы верим словам, слова для нас ключевая вещь. Поэтому мы уши распускаем, когда нам что-то обещают, и мы готовы, да не обязательно делать, хотя бы пообещать. Нам вот этого достаточно, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok